Многие скульпторы в разное время создавали самые невероятные извояния и творения. Среди всего изобилия есть такие, которые вызывают восторг, другие же наоборот, вселяют ужасные эмоции. Одна из таких статуй расположена рядом с Денверским аэропортом. Официальное название творения, «Синий мустанг», и задумка мастера была создать эталонный образ лошади, вставший на дыбы. Но местные жители называют коня немного другими именами, «Блюцифер», «Конь сатаны», «Синий жеребец смерти» и многое другое. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно просто взглянуть на статую. Ее горящие, красные глаза не могут не вселять страх. Прага может также похвастаться неким страшным сооружением. В центре города находится некая телебашня Жишков. На различных выставках здание получило множество наград и премий, но сами жители столицы считают башню уродливой. Так было до 2000 года, когда скульптору Давиду Черному поручили украсить достопримечательность. После окончания всех работ, стало ясно, что красоты у башни не добавилось, а вот ночные кошмары после увиденного могут быть без сомнений. Скульптор разместил по всему сооружению 10 ползающих младенцев. Каждый из них выполнен из стекловолокна, а лица как будто были втянуты внутрь. Дэмьон Херст в своей жизни создавал статуи различных форматов, но истина и мать-девственница на фоне остальных вызывают неприкрытый ужас. Это две женщины, каждая из них имеет огромные размеры, и каждая из них беременна. Ужас заключается в том, что обе статуи стоят с наполовину снятой кожей, и каждый может видеть мышцы, сухожилия и нарожденный плод. Несмотря на то, что творения являются посещаемыми достопримечательностями, многие далеко не в восторге от подобного зрелища. В Таиланде, а именно в городе Ван Сайон Сук находится большая экспозиция, носящая название «Буддийский ад». Местные жители верят, что после смерти люди перерождаются, но если количество плохих дел превышает, души отправляются в ад, где подвергаются различным истязаниям и пыткам. Например, некоторые постоянно горят, другие рыдают, многие вынуждены питаться только навозом и рвотой, есть такие, которые из-за слишком узкого горла испытывают постоянное удуши. В парке можно увидеть большое количество статуй. Одних поедают хищники и грызуны, других распиливают пополам, третьих сдавливают тисками, четвертым вырывают языки. В целом, несмотря на весь ужас, присущий этому месту, он заставляет задуматься о жизни и смерти.